всем привет наконец-то нашла время чтобы снять отчетное видео за октябрь месяц по моим итогам я снимаю это видео с опозданием потому что в октябре я заболела и болезнь дала осложнение на голосовые связки мне просто пропал голос поэтому видео я вообще не могла снять и отчетное видео по совместному проекту тоже у меня очень сильно задержалась пришлось ждать возвращение голоса он вернулся немножко хриплый но снимать видео уже можно ну и так самая главная моя радость октября это завершенная работа мой античный шарм предстает перед вами во всей красе работа постиранная поглаженная не вся помещается в кадр но я сейчас покажу вам все детали более подробно главное что как бы ну основной ракурс все-таки захватывает камера работа видна яркая солнечная летние очень очень мне она нравится и я ее вышивала просто на одном дыхании так в таком знаете знаете с вдохновением с интересом с большой большой любовью напомню что набор это было от клубка желаний это design dimensions сборка фирмы клубок желаний покажу что у меня осталось по схемам схему я в этот раз практически не зачеркивала и схема у меня практически новая стала это редко у меня такое обычная схема свои нещадно зачеркиваю вырезаю и ничего не остается после работы с со схемой ну в данном случае вот она схема вся практически чистенько некоторые есть такие совсем уж маленькие пометки связано это с тем что на самом-то деле этот процесс очень очень легкий и здесь действительно даже ничего не нужно зачеркивать ничего не нужно отмечать очень легкая работа и это просто великолепно потому что эту работу можно вышивать знаете как отдыхалочку действительно вот может быть даже это звучит к данному объему не очень подходящим действительно вышивается очень-очень легко по ниточкам ниточки вот остались все все на планшетках я вот так скручиваю раньше я разбирала нитки перебирала перематывала их на бобинки подбирала цвета все находила но последнее время так как я вышиваю по наборам запасов у меня много наборов много и нет такой необходимости как бы разбирать эти нитки до ними вот особо то и не нужны нет какой-то такой прям явной необходимости поэтому я не специально коробка где идут остатки я вот эти вот все планшетки прям туда складываю если вдруг появится острая необходимости найти какую-то нитку ну я потрачу на это время а заранее тратить свое драгоценное время на разбор не так я не хочу вот так вот у меня сейчас поменялось все в моей рукодельной жизни покажу мой игольный органайзер который я сама делаю очень мне нравится это моя задумка вот такой материал вспененный да которым упаковывают разную технику для упаковки используют я этот материал сохраняя на работе мне товар приходит вот с такими вот тоже листами они большие я их просто нарезаю и потом приклеиваю на двухсторонний скотч просто ключ и сюда паркую иголочки очень очень удобно я сейчас то все выброшу потому что материалами этого много ключ мне это тоже в принципе уже не нужен поэтому все эти материалы как бы свое отслужили вот и самое главное в моих руках теперь есть вот эта красота как я радовалась когда завершила эту работу просто не передать словами ну а самое приятное когда смотришь видео о готовой работе это конечно же рассмотрение кресиков и элементов с близкого расстояния кстати хочу сказать вот по поводу этих гусей в оригинале гуси вышиваются здесь белый цвет используется соответственно и вот где у меня селенький используется голубой я когда вышивала мне это показалось очень неестественно какие-то сизые гуси но мне девочки написали что в оригинальном наборе дименшинс тоже используется голубой поэтому если кто-то будет вышивать по набор от фирмы клубок желаний ничего не меняйте вышивать так как есть там все правильно ну а я человек ленивый я перешивать ничего не буду меня эти гуси тоже устраивают вот вот давайте будем рассматривать и я покомментирую вам какие-то элементы вот этот элемент я вышивала первым и он наверное самый-самый любимый потому что здесь очень красивые подсолнухи выглядывают из-за белого заборчика до маленькая такая деталь а сколько здесь всего интересного сколько бэкстича разнообразного хлопотный элемент но он очень красиво очень интересно особенно вот как ящик мне больше всего нравятся эти подсолнухи я обалдею вот и написано здесь распродажа country charms старинные вещи я не знаю как правильно перевести я не сильно в английском так дорожка вот это вышивается полукрестом очень легко все вышивается много здесь зелени я с удовольствием вышивала всю эту зелень так как мне хотелось поработать именно разными оттенками зеленого цвета очень мне нравится эта повозка когда я вышивала мне казалось что она будет плоская но когда я провела бэкстич нет линии бэкстича повозка сразу стала объемной и очень реалистичная яркая красная прикольно так ну и вот здесь вот такой участок у нас где просто изобилие мелких деталей столько разных вещей собрано ну здесь же у нас распродажа вы видите все по 50 баксов поэтому пожалуйста приходите выбирайте что вам нравится старинный велосипед старинная стиральная машина ручная вот это вот кадушка посуды много букеты с цветами я на них выполнила французские узелки не знаю вот так видно вам объем мне захотелось добавить больше объема как это тимэншенс и без французских узелков вот а здесь у нас ход на резное крыльцо много здесь было бэкстича я старалась чтобы не пропустить линии потому что разноцветный бэкстич много бэкстича в одну-две ниточки сложения но получилось мне кажется очень очень красиво великолепно ну и конечно же здесь тоже у меня обязательно французские узелки как же без них нравится сердечка дом милый дом в американском стиле что сказать окошко можно угадать что там красивые какие-то шторы ну и конечно же обилие французских узелков от меня вот такой вот резной у нас красивый дом крыша вот здесь небо по крестом есть большой участок вообще не зашивается дерево я думаю будет вышиваться полукрестом но нет дерево вышивается крестом но я получала удовольствие от вышивки этого дерева мне все нравилось бэкстича тоже конечно же много но это такое дименшинс такой вот скворечник сарайчик показала вам все с близкого расстояния все крестики весь бэкстич я рада что успела эту работу вышить до холодов до зимы потому что знаете вот в сезон вышивать сезонные работы как-то мне более приятно и был такой момент летний когда хотелось отпуска хотелось поехать на дачу и вот это мое настроение оно полностью запечатлено в этой работе тогда у меня не было возможности взять отпуск уйти и я вышивала эту работу с мечтой об отпуске ну конечно же когда отпуск случился все все было замечательно я отдохнула на дачу мы на свою не ездили ну загородный дом потому что находится он то далеко не здесь под боком в Афинах а ближе к центральной Греции но зато мы поездили по пляжным местам накупались надыхались но тем не менее вышивая эту работу я думала об отпуске о лете об отдыхе и очень наслаждалась процессом вот такое вот у меня есть работа так что у меня еще из готовых работ также в этом на месяце октябре уже ноябрь но в октябре мне захотелось собрать игрушку сделать какую-нибудь такую прикладную штучку я не особо часто делаю такие вещи но вот иногда тоже приходит свое настроение и в интернете я увидела этот дизайн схемку и буквально за один вечер собрала необходимые материалы и приступила к вышивке ну в самой вышивке видите здесь немного что тут вышивать все очень быстро просто вышивается сама сложность была именно в сборке хотя сборка не сложная но у меня так сложи сложилось потому что линда которую я здесь использовала она у меня стала сыпаться при сшивании и этого я никак предвидеть не могла поэтому с трудностями мне пришлось бороться или решать их в тот момент когда я сшивала ну корявенько сшилась что тут уже говорить ну даже корявенько все равно симпатично кажется мне настроение создает эта игрушка бантик такой вот замечательный пуговки две нашлись такие цветные не просто белые они с коричневыми такими пятнышками в общем кот что надо уши все хорошо усы волоса все есть все есть хороший кот вот такой вот котик для совместного проекта мои любимые коты 2 так ну это все готовые работы и давайте перейдем к текущим процессам итак мой главный текущий процесс это покажу вам картинку набор оригинальный набор золотое руно на крылечке вот такие вот два замечательных котика этот процесс я вышиваю в совместном проекте мои любимые коты 2 ну и как вы видите у меня уже очень активно вышивается первый котик практически готов осталось чуть 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 мне здесь осталось до вышивать я надеюсь что скоро я в общем то с этим справлюсь давайте я вам покажу немножко по фрагментам значит что у меня здесь происходит у меня есть вот такой лист с разбивкой на фрагменты первые два пятый шестой я уже вышила эти фрагменты были добавочными небольшие листы поэтому вышились они в общем то быстро то есть вот по эту линию примерно это у меня первые два фрагмента остальные четыре листа они будут побольше и я сейчас вышиваю вот четвертый листик приступила я к этому листу вот так выглядит лист схемы большой в кадр не входит ну и что я вышила я вышила значит здесь ряд из трех квадратов вверх по ширине не знаю сколько и сейчас вышиваю второй ряд тоже примерно по два по три квадрата вверх то есть я приближаюсь к половине этого листа вышивается очень легко с настроением тем более что проявляется код поэтому у меня сейчас вдохновение вышивать этот лист эту работу и я надеюсь что к отчету к 20 ноября этот лист полностью будет готов в принципе здесь ничего нет сложного но так как у меня есть и другие процессы как у всех поэтому вот листь мне нужно вышить если я вышиваю что-то больше это вообще будет радость и счастье вот специально для вас я открутила основу немножко здесь видны линии от рамы где была сделана натяжка но я хотела показать вам в целом как выглядит работа рисунок уже начинает проявляться видны краски видны какие-то элементы это не так когда начало первые там тысячу крестиков а здесь уже ну четвертая часть работы может быть конечно я преувеличиваю четвертая где-то близко к четвертой части работы у меня вышита и на мой взгляд получается очень очень красиво особенно вот эти зеленые цвета меня просто вдохновляют ну и работаю это я начинала летом поэтому все было в тему по-прежнему пользуюсь я вот такими органайзерами более-менее к ним привыкла пока ниточек у меня всех хватает также я докупила себе игл с иглами у меня последнее время была какая-то недостача часть я выбросила потому что все таки иглы нужно периодически менять и я себе докупила 7 пачек игл от фирмы гамма 26 размера мне очень нравится иглы от фирмы гамма очень они удобные для меня мне нравится ушко нравится их качество ну более-менее в общем-то нормальные конечно может быть и лучшие иглы дмс ну почему-то вот дмс здесь мне не попадаются иглы я если делаю заказ всегда смотрю иголочки если есть те которые мне нравятся я обязательно вложу несколько пачек потому что и процессов много и вот если на органайзер ушли часть игл повтыкались да то соответственно они уже не могут участвовать в процессе вот такая у меня здесь красота так и хочется гладить эти крестики нравится мне сочетание креста и вот полу креста кое-где здесь уже проглядывается полу крест но в основном полу крест у меня будет верхней части работы то есть вот давайте посмотрим вот здесь видно что здесь зелень вышивается полу крестом небо полу крестом и часть зелени с правой стороны яблочки котики и само крылечко крестиком вышивается ну здесь как я говорила вышивка идет легко потому что схема хорошо проработанная здесь все вышивается участками нет каких-то одиночек сложных смешений очень простая работа просто нужно время которого как у всех большинства очень мало не хватает но тем не менее выкрадываю и с огромным удовольствием вышиваю вот вчера суббота была 2 ноября и я целый день просидела за вышивкой просто не могла себя оторвать вот этого кота от этой красоты и хочется уже дошить кота чтобы на моей работе был первый персонаж и вот особенно через камеру как красиво смотрятся вот эти вот лапочки да розовенькие хорошенький котик ну что это все продвижения по этому процессу перейдем к следующему следующий мой процесс который тоже у меня идет в нашем совместном проекте мы любимые коты 2 это оригинальный набор фирмы африканские львы как я его хотела и такая спонтанная была покупка и сразу открыла и приступила вышивать и вышивала в отпуске ну вообще такой набор у меня прям столько эмоций с ним связано так ну и что у меня здесь получается по этому процессу а получается у меня здесь вот что у меня здесь хорошие продвижения с верхней стороны небо у меня полностью вышитое дерево половина львицы у меня практически уже готова посмотрите как видно даже вот половина вышита как видны все линии мышцы да вот здесь ребра будут вот так ну и тут у меня подвернуто там трава вот еще раз хочу обратить внимание хотя мне писали что все так нормально так и должно быть но видите вот на обложке цвета уходит в коричнево-желтый а у меня в отшиве уходит в такой оранжево-желтый то есть есть небольшие отличия в цветах ну в общем то вся картинка немножко отличается есть небольшой контраст хотя вот то что получается у меня вышивки мне все нравится здесь нет каких-то цветов которые бы бросались в глаза и казалось бы какая-то недоработка но тем не менее с обложкой отличается не знаю почему-то меня это постоянно беспокоит и я постоянно об этом говорю в видео ну ладно что по схемам значит здесь есть четыре фрагмента на данном этапе я работаю с правой стороной с верхним и нижним фрагментом вот здесь у нас у меня точнее лист верхнего фрагмента и этот лист у меня наполовину вышит однозначно дерево вышито и лица то есть половина вышита с нижней части этого листа нижней части этого листа ну практически половина просто идет как-то так наискось да вот как мне было удобно вышивать так я вышивала можно сказать что один фрагмент я здесь вышила если объединить два по полу листа будет целый лист то есть я где-то один фрагмент вышила мне еще нужно будет вышить три вот они эти листы эта работа будет не сложной но она и есть не сложная потому что есть очень-очень много полукреста крестом вышивается внизу трава львы а небо которого здесь вы видите как много все вышивается полукрестом поэтому берешь просто и шпаришь большие участки зашиваются схема понятная четкая удобная да лист конечно при постоянном изгибе его приходит в такое потертое состояние не очень удобно но работать можно жить можно вот вот такая моя красота и мой любимый такой вот органайзер как я делаю приклеиваю ключ к этому материалу вспениваю вспениваю как он называется в общем к этому мягкому материалу и паркую сюда иголочки очень-очень удобно вот я довольна результатом мне нравится сочетание желтых и голубых оттенков красиво получается и мечтаю я вышить уже эту львицу давно мечтаю но буду скорее всего переходить опять вниз потому что мне вот эта вот пустота здесь не нравится поэтому перейду вниз буду дошивать какими-то такими я перебежками вышивают работу то сверху то снизу то с центру ну главное идет процесс идет процесс покажу вам поближе внизу посмотрите очень много полукреста в 3 ниточки есть и крестик но совсем его мало крестиком вышивается вот в основном львица вот так заодно вам покажу поближе мои крестики полукрестики вот это сочетание цветов голубого и зеленого коричневого дерева мне она так нравится просто это вот самое наверное приятное приятный участок для меня для любования вот сейчас покажу мои крестики интересно рассматривать через камеру они такие ровненькие гладенькие камера еще усиливает цвет поэтому получается очень красиво вот в принципе по этому процессу мне вам больше нечего сказать вышиваю я его по чуть-чуть в месяц несколько дней выделяем и вышиваю поэтому продвижение есть но они небольшие так ну и перейдем еще к одному заключительному процессу и еще один процесс которым я немного позанималась в этом месяце это мои совы которые я вышиваю по оригинальному набору фирмы custom crafts вот такая красота должна получиться что получается вы видите а если на эту фотографию вставлю как выглядела эта работа в последнем отчете если нет рассказываю в последнем отчете у меня было вышито вот по эту сову то есть не хватало головы у совы как видите сова появилась появилась первая красотка смотрит на нас пронзительным таким очень хитрым взглядом здесь нет никаких дополнительных стежков просто крестик причем здесь очень много намешано разных оттенков и совы вышиваются кропотливо не могу сказать что сложно невозможно но кропотливо вот в целом я довольна результатом но вот с этой работой у меня почему-то не складывается быстрый такой прорыв мне ее приходится вышивать по чуть-чуть по чуть-чуть то я от нее устаю то что-то случается вот как в октябре я себе поставила цель помарафонить и завершить эту работу взялась было но меня встретила болезнь и все мои планы рухнули только видео и вышивка все рухнуло и заниматься этой работой я практически уже потом не могла даже несмотря на это есть какие-то продвижения более-менее явные и заметные то есть вышелся здесь пол листа у меня было плюс я перешла уже на верхний ряд заключительный и эту работу я сейчас перевернула вышиваю кверх ногами на моем станке стич смарт вот так как тянуться вверх вы знаете неудобно а перевернув все получается первый раз так вышиваю мне казалось что я не справлюсь но потихоньку у меня все получается осталось у меня здесь вышить три половинки листа да вот так покажи ох три половинки листа вот таких вот три половинки немного ну как я вам говорю процесс идет настолько медленно и кропотливо что не получается у меня ее вышить вот сесть и как бы сделать марафон и завершить сколько раз пыталась постоянно что-то случается и совы мои вышиваются очень очень медленно но в этом году не обязательно хочется ее завершить тут осталось два месяца ноябрь декабрь осталось три листа но я надеюсь что у меня получится все таки завершить ее в этом году работу эту я вышиваю уже два года поэтому совесть надо иметь и надо ее завершать вот и конечно же хочется мне после завершения этой работы начать новый набор от кастом крафтс который у меня лежит уже тоже давно слюной уже истекаюсь но себе не позволяю этого роскошества открыть еще один кастом крафтс когда тут не завершен вот этот потому что все таки дизайн у кастом крафтс есть не все такие которые кропотливые и ну не забрасывать же не начинать все и забрасывать надо доводить до ума поэтому буду предлагать усилия до конца года эту работу хочу завершить вот такие мои процессы октября месяца надеюсь что в ноябре месяце у меня будут итоги получше надеюсь что в ноябре мне повезет продвинуть моих сов ну хотя бы до половины продвинуть конечно же моих котов и домашних и диких ну а что еще я буду вышивать в ноябре месяце я пока еще не решила возможно что-то начну новое возможно продвину какие-то мои процессы уже и значит и ну а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока до новых встреч пока